Они фигуранты крупнейшего дела по сбыту наркотиков. По версии силовиков, 15 жителей Самарской области были участниками преступного сообщества. За три года обвиняемые сбыли 26 килограммов синтетических средств. Товар продавали не только в своем регионе. Я занималась на территории субъектов Российской Федерации. Это Республика Пашкортостан, Самарская, Саратовские области, город Москва. Незаконным распространением сбыта наркотических средств в особо крупном размере сбывали они, так скажем, дизайнерские наркотики синтетического происхождения. По информации полицейских, внутри сообщества работало четкое распределение ролей. При этом была полная анонимность. Работали курьеры, отвечающие за доставку и закладку наркотиков, а также кураторы и операторы. Между собой и клиентами обвиняемые общались с помощью сотовых телефонов и сети интернет. Запрещенные средства передавались через тайники, а оплата за них принималась через электронные кошельки. Следствию удалось установить всех участников группы, кроме организаторов. Дело в том, что уникальность этого дела, что без организаторов преступного сообщества здесь почему-то квалифицировали участие в преступном сообществе. Расследование дела завершено. Теперь обвиняемых ждет долгий судебный процесс. В случае, если их вина будет доказана, на наказание будут от 10 или даже 15 лет лишения свободы. В зависимости от роли в преступном сообществе. Андрей Горгуленко, Константин Галарин. События.